Уважаемые коллеги Явно не нуждается в подробных объяснениях, почему это актуально, но если совсем вкратце коснуться, то мы понимаем, что именно для метастаза кларектального рака, как одной из редких болезней такого профиля, достижение высоких показателей локального контроля, то есть по сути полной элиминации метастатического процесса, позволяет рассчитывать на длительную ремиссию и даже иногда на излечение пациентов. Эта болезнь достаточно сильно отличается от многих других, исходно это было показано на хирургических сериях. Посмотрим, насколько это имеет значение при использовании других локальных методов. И вообще, насколько метастазы кларектального рака в печени, равные где-либо еще, значимо отличаются от метастазов других болезней. Не все ли это едино? Как показывают опыт зарубежных коллег, пожалуй, что не едино, да, и есть определенные различия, есть определенные особенности и нюансы. В частности, что интересно, вот в самой крупной работе, она посвящена метастазам различных опухолей в легких, просто их больше, их больше лечат в большем количестве центров, накоплен больше опыт, поэтому здесь, в частности, более тысячи пациентов. Локальный контроль метастазов кларектального рака хуже, чем при неколаректальных гистологиях. А вот общая выживаемость при кларектальном раке и при успехе учения, она лучше, чем при сборной группе других гистологий. На чем это может быть основано? Вот и группа авторов, и это не единственная их работа, которую исследовали не столько даже радиобиологически, сколько генетические особенности метастазов различных опухолей. И они разработали, во-первых, систему некого такого прогнозирования генетического чувствительности опухоли, они разработали шкалу чувствительности, которую возглавляет как этакий эталон чувствительности к лучевой терапии. Это рак молочной железы, что, в общем-то, действительно, наверное, стоит считать именно так. А аденокарциномы прямой кишки попало в радиорезистентную группу. Здесь, правда, интересно, что ободочные кишки попало в радиочувствительную. И вот я, к сожалению, поздно нашел эту работу, и поэтому наш опыт, вот мы в этом ключе не анализировали, хотя это обязательно сделаем при какой-то следующей потребности. И они показали, что в клинической практике, вот этот график справа, вот эта вся чувствительность и резистентность, она подтверждается, в общем-то, результатами. Еще одна интересная работа. Здесь точно так же попадает колоректальный рак и рак аденокарцином поджелудочной железы, что, в общем-то, логично, да, в группу малой радиочувствительных. Но авторы проводят еще исследование влияния предшествующей химиотерапии на локальный контроль после стереотоксической радиотерапии. И приходит достаточно неожиданно для меня, например, это был вывод достаточно неожиданный, что предшествующая химиотерапия улучшает показатели локального контроля стереотоксической радиотерапии. И авторы это связывают, возможно, с двумя как бы механизмами, да. Один механизм – это просто выживают самые стойкие клоны опухолевых клеток, и, соответственно, они меньше чувствительны к внешним воздействиям. А второй вариант – это то, что уменьшается на фоне химиотерапии метастаз, но при этом не уменьшается зона микроскопического распространения. И, соответственно, мы облучаем то, что мы видим там по свежей МРТ, по свежей КТ. А на самом деле, грубо говоря, максимальный размер метастаза, он остается такой же, просто клетки эти, грубо говоря, травмированы и не визуализируются никаким образом на свежих исследованиях. И авторы, скажем так, так как в этом исследовании большинство пациентов с кларектальным раком и с раком молочной железы получали химиотерапию, они говорят, а может быть, кларектальный рак-то не менее чувствительный, просто его много лечат химиотерапией, и он становится менее чувствительным к стереотоксической радиотерапии. Но, скорее всего, это не так, потому что вот следующая работа, европейская, крупная, основанная, многоцентровая исследовательная, вот, она, соответственно, показывает, здесь, к сожалению, простите, слепые графики, ну, как были, да, но здесь также негативно оценивается влияние химиотерапии на локальный контроль и кларектальной гистологии, да, на локальный контроль. И вот что интересно, да, то есть кларектальная гистология – это фактор риска низкого локального контроля, как в однофакторном, так и в многофакторном анализе, но при этом это фактор риска достижения высоких показателей общей выживаемости, и также как в однофакторном, так и в многофакторном анализе. Но есть и другие мнения. Вот это самое крупное американское исследование метастазов печени, различных гистологических форм, это опыт работы 25 американских клиник, то есть это из базы данных РССЕРЧ, и вот их вывод – нет никакой разницы в локальной, достоверной разницы в показателях локального контроля в зависимости от первичных опухолей. И вот они, значит, это подтверждают на графиках, то есть общая выживаемость действительно при кларектальном раке выглядит симпатичней, а локальный контроль, да, это вот, скажем так, графики достоверно не отличаются. И эта же группа, ну, частично это группа авторов, они отдельно анализируют и выделяют метастазы кларектального рака. На данный момент это самое крупное в мире исследование стереотоксической радиотерапии метастазов кларектального рака в печени, он включает 217 пациентов, ну, на его подробностях сильно остановиться не буду. Основной вывод, который они делают, что на показатель локального контроля общей выживаемости оказывает влияние биоэквивалентная доза, то есть увеличена, чем больше, тем лучше. И размер, ну, объем метастаза, ну, вот эта вот красненькая, красненьким выделенная фраза, она выделена в выводах. На самом деле, если читать сам текст, то самое интересное, объем метастаза не влияет достоверно на показатель локального контроля, облученного метастаза, но влияет достоверно на общую выживаемость, как это ни странно. И, кстати, в нашей работе мы тоже не получили зависимости размеров метастаза и показателей локального контроля. Там все было очень удивительно и непредсказуемо. Ну, и наш скромный опыт. Из тех 200 пациентов, почти которых мы пролечили, почти 100 из них были с метастазами именно кларектального рака в печени. Здесь, наверное, на самом деле можно даже вот капельку-капельку похвастаться, потому что вот это исследование, 217 пациентов, это 25 крупнейших американских и канадских клиник, да, как бы, то есть это огромная база данных, да, как бы, а здесь это вот наша одна маленькая инициативная группа, ну, скажем так, да, как бы, под руководством Сергея Ивановича и под руководством многих других замечательных специалистов. Соответственно, пациенты были разные. Были пациенты с сугубо солитарными метастазами в печени, были пациенты с неактивными метастазами в печени или вне нее не подвергнутыми стереотоксической радиотерапии. Это, например, в концепции олигопрогрессирования какого-то. Причем мы так лечились еще до того, как эта концепция была сформулирована, да, то есть она буквально недавно стала такой, как бы, ну, однозначной. И есть ряд пациентов, у тех, у которых метастазы мы называем неактивными. То есть это либо те метастазы, которые нам казалось, что контролировались, но при первом же контроле после стереотоксической радиотерапии стали расти, а мы их не обучали. Либо это те пациенты, у которых нам казалось, что не было других метастазов. Потом при ретроспективном анализе мы находили признаки того, что метастазы уже были. Просто это был, например, двухмиллиметровый участочек, который светился по диффузии, да, на диффузионно-звешенных изображениях. Мы его как метастаз не трактовали, а после факта мы поняли, что да, он был. Соответственно, пациенты были в большинстве с вами существенно предлечены. То есть три линии системной терапии медиана, да, то есть только один пациент не получал никакую системную терапию до стереотоксической радиотерапии. У большинства пациентов были операции на печени, причем, вы видите, у девятерых пациентов было 3-4 операции на печени. И обучали мы, кстати, самое интересное, совершенно разной временной разницы после операции, да, то есть самое раннее, это полмесяца буквально после операции, и мы уже включились с стереотоксической радиотерапией. Почти у 40 пациентов была гемигипотоктомия, у многих пациентов были какие-то различные виды локального воздействия на печень. То есть это в большинстве предлеченная группа пациентов. 20% пациентов получали параллельно с стереотоксической радиотерапией какие-либо виды системной химиотерапии от сравнительно мягкой до достаточно агрессивных вариантов, а еще 2 пациента из этих 96 им вскоре после стереотоксической радиотерапии была начата иммунотерапия, так как у них была микросателитная нестабильность. Характеристика метастазов. У этих 96 пациентов было почти 160 метастазов. Ну, подробности какие-то размера. Нет смысла останавливаться там или локализации в печени. Скорее интересно отметить, что различалась доза, подведенная в эти метастазы, и это как бы один из пунктов нашего анализа. Побочные эффекты. На них тоже нет смысла подробно останавливаться, потому что только у одного пациента они ограничили возможность проводить стереотоксическую радиотерапию по запланированному графику. То есть у него вот между первым и последним третьим сеансами было 25 дней. У остальных пациентов лечение было произведено за 3, 5, 6, максимум 8 дней. И то это было не связано с их самочувствием. Эти побочные эффекты переносились, легко купировались. В основном отмечались после первого сеанса, как такая первая ответная реакция организма. И, в общем-то, ну не требовали ни госпитализации, ни каких-то таких экстраординальных мер. Что касается поздних лучевых повреждений, то да, язва желудка обращает для себя внимание. И один случай, это даже смертельный у нас был спустя 2 года, правда, после стереотоксической радиотерапии. А вот остальные, как бы, поздние повреждения, по сути, не ограничивали возможность противоопухолевого лечения. Мало или недолго влияли на качество жизни пациентов. И, в общем-то, ну есть и есть, да, но, по сути, их трудно посчитать таким большой проблемой в связи с стереотоксической радиотерапией. Ну и немножко по нашей статистике. Это график общей выживаемости. Здесь обращает на себя внимание 27% показатель пятилетней выживаемости. Это, да, то, что, наверное, немножко вот в какой-то момент нас удивляло, потому что и наш, и наших коллег, потому что исходно все воспринимали стереотоксическую радиотерапию метастазы в печени, как некий сугубо-паллиативный метод, когда исчерпаны все другие возможности лечения. Тем не менее, эти пациенты живут, эти пациенты живут долго, и я надеюсь, что скоро придет время похвастаться и десятилетними результатами нашей работы. Соответственно, интересный момент. Если у пациента есть активные метастазы в печени или вне нее, не подвергнутые стереотоксической радиотерапии, он живет достоверно хуже. Если их нет, он живет достоверно лучше. А вот если есть неактивные, он тоже живет достаточно хорошо. Но что такое неактивные метастазы? Это не только те, которые были придушены химиотерапией, это еще те, которые были подвергнуты стереотоксической радиотерапии, например, метастазы в легких надпочечниках, в лимфоузлах. И у нас есть группа таких пациентов, то есть, по сути, мы там задачу выполнили по радикальному локальному лечению. То есть, мы обучили не только метастазы в печени, но и метастазы вне печени, и, скажем так, не оставили живых проявлений болезней макроскопических. Локальный контроль. Хорошие показатели, сравнимые с зарубежными коллегами. В общем-то, сам этот график мало о чем говорит, потому что нужно смотреть на отдельные группы. И вот здесь вот интересная ситуация. Группа низкой дозы, достоверно худший локальный контроль, однозначно заметна. Группа высокой дозы, шикарные показатели локального контроля, и они были такими, пока не запрогрессировал спустя 3,5 года ремиссии метастаз у одного пациента. И это обрушило нам этот график, хотя он по-прежнему остался достоверно лучшим, чем при использовании низких доз. Посмотрим. Надеюсь, что он будет выправляться за счет того, что будут доживать следующие пациенты. Но и в целом мы, на самом деле, в какой-то момент думали, что все прогрессирования облученных метастазов, они происходят в течение первого года. Ну или там чуть-чуть позже. Но оказывается, что нет, что надо быть на стороже и спустя много лет после стереотоксической радиотерапии. Внутри группы низкой дозы, также более высокая доза благоприятно влияла на показатели локального контроля. То есть вот здесь вот это 45 грей. Суммарная очаговая доза – это от 30 до 36 грей. То есть вот результативность при 30-36 греях, ну она совсем нехорошая. И что интересно, и что не то, что противоречит данным зарубежных исследований, они просто исследовали немножко другое. Они просто исследовали сам факт проведения химиотерапии перед стереотоксической радиотерапией, а мы – ответ на нее. То есть при наличии положительной динамики или стабилизации на какой-то системной противоопухолевой терапии, даже при использовании так называемой нами низкой дозы лучевой терапии, результаты достаточно хорошие. Если мы берем пациента на фоне отрицательной динамики, то есть продолженного роста на химиотерапии, или мы берем метастаз, который только-только появился, и его никак не лечили, то есть стереотоксическая радиотерапия – это первый этап его лечения, то результаты ощутимо хуже. Соответственно, если вы говорите о каких-то таких промежуточных выводах, то, в общем-то, мы понимаем, что стереотоксическая радиотерапия – прекрасный, современный, очень эффективный метод лечения, который дает потрясающие показатели локального контроля у разумно отобранной группы пациентов. Что еще хорошо? Это метод с логичной и предсказуемой безопасностью. То есть у него профиль безопасности в идеале лучше, например, чем у хирургии, где могут быть какие-то внезапные ситуации, там, не знаю, сердечно-сосудистые, какие-то проблемы возникнуть во время операции или там наркоза. У стереотоксической радиотерапии все понятно. Если метастаз лежит близко к стенке желудка, есть риск развития язвы. Если он далеко, и к стенке желудка не подводится никакая доза, ну, критичная доза, да, то, соответственно, никакой язвы там появиться не может. Идеальная суммарная очаговая доза. Наши коллеги зарубежные всегда стремятся к эскалации, то есть давать 60 грей суммарную дозу, 75 грей даже. Мне кажется, что так как 54 дают хорошие результаты, горячиться не надо, но не потому что жалко, или не потому что мы не можем подвести эту дозу. Дело в том, что многим пациентам приходится впоследствии лечить новопоявившиеся метастазы. У нас есть пациенты, которым мы трижды облучали метастазы в печени на каком-то временном диапазоне, да, там даже вот четырежды. И, соответственно, чем больше мы сбережем функцию печени, да, как бы на каждом из этапов, тем больше будет шансов, что все будет хорошо. Соответственно, более низкие дозы, они как бы дают более низкие показатели локального контроля. Но если уж их использовать по каким-то причинам, например, близкое прилежание к критическим структурам, то в идеале нужно ловить момент, скажем так, какой-то, допустим, частичного эффекта в ответ на химиотерапию. То есть там лучше какое-то комплексное лечение постараться разработать для таких пациентов. Большое спасибо за ваше внимание, коллеги, и за честь выступить с этим скромным репортом. Продолжение следует...